привет мой любимый кальянщик как твои дела с тобой сегодня опять дава дым и сейчас я нахожусь в кальянном магазине hookah pro shop где самый огромный выбор чашек и разных аксессуаров по адресу город алматы гоголя 20 и сегодня у нас будет продолжение поучительной серии по забивки чашки как правильно каждую форму забивать что касается прогрева а мы это разберем уже в следующем выпуске полностью как правильно греть каждую чашку как правильно греть каждый табак возьмем наверно самые популярные табаки и там же расскажу как правильно все это раскуривать какая техника раскуривания как так чтобы это не перегревалась еще такой контроль жара сейчас же у нас чисто по забивочкам что у нас есть для начала у нас есть основные форум факторы чашек про которые я говорил в прошлом выпуске если ты прошлый выпуск не смотрел то обязательно зайди вот сюда и посмотри в начале его а потом уже возвращайся сюда дабы не пропустить важной информации так что мой друг давай смотреть что у нас есть у нас есть фанело подобная чашка ален у нас есть фанело подобная чашка гармошка у нас есть классическая пятидыра сферическая чашка и пятидыра с плоским дном эти сейчас в чашечке мы забьем также по табаку у меня есть очень очень легкий табак малайзиан табака средний продукт в принципе как dark side да и остальное это северный и наверное замена танжу каким-то крепким табаком берли такие тяжеленькие это у нас наш табака поэтому самое главное что это за шум там пойдем там короче какая-то хуйня шумит нужно пойти посмотреть ты это видишь кто-то смотрит что на ю тубе пойдем заходи первый смотри чё за хуйня странно это просто ужас ёбана в рот смотри блять он смотрит меня учиться блять не поставил нравится так еще и не подписался блять так нельзя если ты это еще не сделал то делай это обязательно первая чашка у нас пойдет форум фактор гармошки сейчас я расскажу как правильно забивать какие есть маленькие тонкости и секреты и как избежать наверное самых частых проблем в данной чашке это перегрев табачного листа первое на что хочу тебя обратить внимание на форум фактор как я и говорил на этой чашке в самый раз курить легкие табаки в которых много сиропа потому что с такой формы сироп никуда утекать не будет и как мы знаем в легких табаках ты плачешь не за сам табачный лист а конечно же за ту самую миласу да тот самый сироп из минусов данной чашки заключается в том что она полноценно на сто процентов не раскрывает твой продукт поэтому забивать сюда танж какие-то другие продукты я не рекомендую почему потому что ты от нее не получишь достаточного количества именно ароматики и крепости но для легких табаков здесь все самый раз из таких вот еще одних минусов это конечно же стенки стенки в этих чашках достаточно тонкие и поэтому во время прогрева и курения они начинают очень сильно перегреваться тем самым табак в чашке начинает гореть именно с краев именно с бортов поэтому мы сейчас вам покажем маленький лайфхак как все это сделать берем продукт малайзиан табака как альтернатива грубо говоря другим легким табаком это может быть деле хука это может быть фумари это могут быть какие-то турецкие табаки отдали чербет ли и так далее а также я не рекомендую прикасаться к табаку руками не потому что это очень плохо кожа будет плохой нет а потому что гораздо легче гораздо удобнее и ты экономишь кучу времени на том чтобы помыть руки вытереть и твое рабочее место всегда будет чистым мы немного перемешиваем табак и начинаем выкладывать в чашку в чашку выкладываем и это все максимально равномерно не обязательно чтобы это укладывалось все аккуратно потому что когда мы уже будем подготавливать чашку под курение мы там уже все поправим грубо говоря мы выложили нужное количество нам табака далее что мы делаем мы начинаем разравнивать его разравнивать его нужно так чтобы весь табак равномерно распределился по всей поверхности чашки это первое теперь когда мы все это разровняли примерно на посте грубо говоря да наша основная задача отодвинуть табачный лист буквально на пару миллиметров от стенок делается все это очень просто мы берем и вот так вот наш табачок примерно бубликом собираем от угла и немного приравниваем так чтобы листики хуистики и прочее не торчало все в принципе чашка готова маленькие нюансики от которых у тебя могут возникнуть вопросы если табаке мусор что с ним делать а под мусором я конечно же подразумеваю листики палочки крупные какие-то другие непонятные да такие объектики в табаке ничего страшного потому что они также полноценно курица о том что палки горят дают неприятный привкус привкус горечи это все миф это тот же самый лист он точно также пропитан а самое главное в табачном листе это что это пропитка потому что сам табачный лист это просто лишь субстанция куда загоняют аромку крепость и все остальное так что вот такая вот забивочка самая стандартная чашечки которые у нас имеет форм-фактор гармошки идем к следующему форм-фактору это у нас alien alien как я и говорил он тоже в принципе то же самое что и гармошка но здесь расход табака гораздо меньше и по курении будет примерно также гораздо меньше курится а суть забивки примерно будет такой же но я ее все равно продемонстрирую на том же табаке от малайзиан табака здесь все ровно то же самое также выкладываем нужное количество нам табака и когда ты выложил уже нужное количество и когда ты выложил нужное количество табака ты также начинаешь все это разравнивать чтобы это было ровненько и красиво если ты олдскул и любишь курить на фольге то при выборе фанелов ты должен обратить на самый главный фактор чашки то чтобы вулкан а именно тот самый подъем для отверстия грубо говоря для курения был ниже чем борты тогда ты избежишь такого понятия как притягивание фольги к вулкану и пропажет тяги полноценно поэтому следи за этим и когда будешь покупать чашку тоже обращая на это внимание все здесь мы также забили чашечку все разровняли и тут также немного от стеночек мы убираем табачный лист доводить все до идеала чтобы там не было ни одного табачка ни одного ни одной капельки сиропа не обязательно нам лишь нужно выполнить основную часть данного действия все твоя чашка в принципе готова ты можешь спокойно бросать на нее call out и спокойно курить универсальность именно так я называю данную чашку потому что это самая универсальная чашка для абсолютно любых табаков даже те же самые легкие табаки в которых очень много сиропа можно спокойно курить на плоскодонной пяти дырой чашки никаких здесь особенностей именно в моменте забивки нету поэтому давайте вам примерно покажу все это на примере табака наш это у нас вкус манго но без разницы потому что скорее всего это курить мы не будем а все это специально делается для тебя а мы берем наш табак здесь также желательно любой табак абсолютно хорошо размешивать самой таре далее мы выкладываем нужное количество табака в нашу просто плоскодонную пятидырую чашку для максимально комфортного курения на таких чашках надо делать немного отступ от края для того чтобы call out сильно не прилипал и было абсолютно минимальная воздушная подушка между call out и соответственно самим табаком грубо говоря чтобы пупырышки call out касались табака а сама плоскость call out а табака не касалась из мы сразу избежим такого понятия как быстрый перегрев мы избежим такого понятия как нужно драить call out щеткой что я крайне не рекомендую здесь мы также просто выкладываем табак начинаем его разравнивать аккуратненько чтобы ничего не торчало я лично рекомендую вам обязательной форме постоянно выработать такой момент как делать отверстие посередине чашки именно где центральная дырка мы делаем центральную дырочку немного прижимаем здесь табак и вуаля все готово что даст центральная дырка конечно есть много суждений по центральному отверстию в табаке да я сейчас примерно расскажу какие они бывают в том что с дырочкой с отверстием до в табаке табак становится при курении куда легче типа проходит больше воздуха и табак не раскрывается стопроцентно также и суждение что когда нет дырочки то табак становится куда крепче его куда насыщеннее можно покурить в плане ароматики но я скажу так что в принципе большой роли это не играет это более больше чем самовнушение поэтому я делаю центральное отверстие только лишь для одного чтобы потом не ебаться у гостя за столом когда один из листиков ляжет на эту дырочку и закроет весь поток воздуха тогда нужно будет снимать чашку ковырять либо поднимать call out и терять всю температуру которую ты очень долго копил внутри чашки о которой мы поговорим уже в следующем выпуске в принципе на этом все как ты смог заметить мы уже забили целых три чашки но при этом никаких каких-то супер моментов я не показал я объясню почему потому что в забивке чашки большой роли не играет как ты будешь забивать есть основные факторы которые ты должен выполнить и которые ты должен соблюдать во время забивки все остальное правильный прогрев правильное курение как избежать перегрева все 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 как сделать так чтобы табак не сгорел на первых 20 минутах курения уже будет в следующем выпуске потому что самое главное в любой забивки перед тем как покурить это правильно его прогреть то есть чтобы ты не делал как бы это не делал но прогревать ты должен правильно теперь у нас остался последний форум-фактор это сферическая пятидыра я чашка самая классическая форум-фактор турки апгрейда и всего остального вот так вот это наша классическая сферическая пятидыра я чашечка и выглядит она вот так по забивки здесь примерно то же самое и забивать мы будем сейчас северные со вкусом 7 гуавчина как я говорил курить никто эти чашки не собирается у нас здесь лежит вот такой вот пакетик и его в принципе ровно хватает на чашечку еще и останется на следующую что мы имеем с данной чашкой это самый классический форум-фактор грубо говоря с которого и начиналась вся кальянная культура именно россии да то есть современная кальянная культура начиналась именно с такого форум-фактора и здесь конечно же также главное не лохануться с центральным отверстием и здесь за счет того что у нас есть конусообразные стенки то табачок очень быстро стремится в центр и очень быстро стремится закрыть твое центральное отверстие чтобы ты лоханулся по тяге перед своим гостем чего допускать абсолютно не надо мы берем нашу чашку берем наш табачок северный и также выкладываем то же самое количество табака которое нам нужно по количеству табака я вам скажу так нет смысла загружать в чашку 25 грамм нет смысла загружать в чашку 30 грамм да я знаю людей которые покупают 50 граммовую пачку альфа кира и пытаются все 50 грамм запихнуть в одну чашку мотивируясь тем что но это же одна пачка значит один покур больше 20 грамм в чашку укладывать не надо потому что ты больше и не скуришь как бы ты не хотел но какое-то количество табака таки не получит нужной температуры и она просто у тебя останется в чашке которую ты выкинешь здесь тоже самое мы берем укладываем наш табачок так чтобы он лежал ровненько здесь можно отступ сделать побольше потому что чашка она очень специфично в плане курения здесь нужно следить за тем чтобы табака не было прям очень много ты здесь отступ примерно берешь больше чем в других остальных чашках и также делая здесь центральное отверстие ты должен сделать его очень хорошо примерно как вот здесь да я прям долго буду катать и прям буду при прибивать стеночки почему потому что как я и говорил здесь табак немного искажается и он стремится гораздо ближе к центру точно также мы все сделали стеночки гораздо сильнее прибили и получили вот такую вот забивку ну что мой юный боец я думаю мы с тобой примерно разобрали примерно рассмотрели как все это делать но не забывай что самая лучшая чашечка зависит от твоих рук и от твоего мастерства самое главное твоего опыта не вариант что если ты по 2 или 6 раз пробуешь забить чашку она у тебя не получает это значит что не нужно расстраиваться все еще впереди пробуй пробуй и пробуй и давайте подведем итог что мы получили мы получили 4 чашки 4 примерные забивки по каждой чашечке свои примерные минусы и плюсы и самое главное мы поняли что в каких чашках нужно сделать отступ больше а в каких чашках нужно делать отступ меньше поэтому с тобой был давадым это кальянный магазин хука прошел город алматы google от 20 и если ты хочешь дальше учиться то обязательно пиши комментарий о том что ты этого хочешь это будет мотивировать меня продолжать а также не забудь подписаться поставить лайк включить уведомления всем пока пока спасибо за просмотр и Продолжение следует...